И всем привет ребят, с вами Струбак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы начинаем обзор тех самых заветных, интересных, скоростных торпед в нашей игре. Давно у нас не было игровых видеороликов, где есть нестандартные комбинации, есть комбинации, которые я уже давным-давно не использовал. Ну и сегодня тот самый день, когда мы возможно... Начнем даже не то, что один видеоролик, но серию видосов, посвященных нестандартным интересным комбинациям. Если вы ждали этого, если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мой личный тег, тег темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы начнем все это дело с одной очень интересной комбинации. Сегодня мы сыграем на Хопера Твинсе с Твинсом Пульсар, который у нас был также видоизменен и обновлен относительно недавно. При этом все мы будем использовать иммунитет от подавления, ну и по дрону мы возьмем сегодня ловкача. По режимам лучше всего подходят такие режимы, как регби и захват флага. Попробуем сегодня сыграть как раз таки режим регби. Ну и попробуем реализовать на максимум эту комбинацию. У нас есть максимально быстрый корпус, у нас есть пушка средней дальности, которая может себя очень неплохо на ней реализовать. Ну и есть овердрайв, который может решить доставки, может либо просто слить большое количество оппонентов, либо просто выпрыгнуть с мячом под доставку. И легко реализовать в плюс свою комбинацию. Ну а вы в комментариях также не забывайте писать комбинации, которые вы бы хотели сами увидеть в ближайших сериях. Надеюсь, что сейчас на постоянной основе эти серии как раз таки выходить будут и у вас есть возможность как раз таки что-то интересное предложить. Да, но есть конечно и минусы хоппера, потому что он может вот так вот легко спотыкаться и минусоваться. Карту у нас закидывает стадион. Не сказал бы я, что это хорошая карта для реализации хоппера Твинса, так как эта карта довольно таки открытая. Но попробуем, попробуем, посмотрим, что у нас за этого получится. Что касаемо наноса дамага, то у Твинса сейчас очень-очень хороший урон залетает. Ну и в целом это та пушка, которая практически всегда сейчас не имеет от себя резиста. То есть противник резиста не использует. Соответственно ее можно пробовать на постоянной основе реализовывать. Так, против страйкер у нас с двадцаткой есть. Ну и также Твинс с пульсаром, это возможность наноса критического урона с всеми статус-эффектами и возможность быстрого добивончика и развальчика. Четыре килла у нас уже есть. Подбор мяча также за нашим тиммейтом уже имеется. Он играет на хоппера Рикошетти. Ну и пока что не совсем понятно его перемещение. По карте делаем подбор. Ну и пробуем влетать в доставочку. Пытаются мне еще свести. Да, и сводка залетает все-таки. Так, что у меня по резисту стоит? У меня стоит резист от страйкера. Я видел там Скорпиона. Я видел Скорпиона. Я вижу еще страйкера. Я вижу Грома. Ну и наверное от Грома какого-нибудь мне надо взять резист. Опять мне сводку оформляют. Здесь двадцатки. Это конечно двадцатка. Это прям очень безумная тема. Если вот так вот она раскручивается. Да, давайте возьмем Скорпион. И возьмем как раз таки резист от Грома. Три Скорпиона там точно видел я. Так, берем Скорп. И берем Гром. Вот такой вот резистик у нас будет. Этот драйв у меня уже есть. Соответственно можно попытаться быстро тоже влететь в доставочку. Наш тиммейт уже оформляет первую доставку. Для нашей команды. Ну и нам остается лишь только продолжать давать давление на оппонента. Ну и стараться сейчас уже влетать в свою доставочку. На более таких средних картах и закрытых картах. Эта комбинация сто процентов себя будет показывать еще лучше. Да, то есть если сравнивать ее например с такой открытой картой. Но даже здесь я уверен что эту комбинацию можно реализовать. Да, то есть ваша задача просто играть где-то может быть чуть-чуть пассивней. Где-то раскручивать оппонента. Ну и накидывать как можно больше урона. Если учитывать тот факт, что каждый ваш крит сажает противника на одно место. И постоянно может наносить 4 статуса эффекта. Это конечно работает максимально-максимально жестко. Ну и соответственно ваша задача также использовать дрон. Который вам дает возможность поражать о полной расходке. То есть например тот же кризис в этом плане не подойдет. Так, бомбочка залетает от противника. И при этом наши тиммейты все равно успевают сделать еще одну доставку. 3-0 мы уже вместе с вами здесь ведем. Ну и я по сути пока что еще ни одного даже овердрайва не реализовал. Особо сильно в этом необходимости не было. Но сейчас под подборчик сыграем. И если вдруг в этом необходимость будет, то мы в принципе можем как раз таки этот овердрайв и прожать шикарно. На 3 танка прожимаем и в полете еще и доставочку 4-го мяча оформляем. 11 киллов у меня, 300 очков есть. Понятное дело, что здесь УП-шка может быть не такая крутая. И не будет у вас там какого-то супер большого набора очков. Но в целом ваша задача немножечко другая, поэтому ничего страшного в этом нету. Даже если у вас когда там условно минусовая. Так, сводка мне в голову залетает. Ну и попробовать бы сейчас бы сыграть под это все дело. Васпик летит просто напролом. Ставит еще и бомбочку. 20-ка ракет здесь раскручивается. Наш тиммейт просто летит под доставку и оформляет доставку 5-го мяча. Довольно быстро, эффективно и четко в этом плане у него все срабатывается. Так, ну и есть у нас еще один мяч. 8,5 минут до конца. Попробую я сейчас влететь под него. Надеюсь, что у меня получится. Нет, не получилось у меня забрать у тиммейта. Ну и тиммейт здесь спокойно уже сам оформляет шестую доставочку. Получается такая более разгромная катка у нас. Да, без особого сопротивления от противника. Хотя изначально казалось, что здесь как раз таки сопротивление будет. И будет довольно таки тяжело выиграть этот бой. Но, как вы видите, прошло у нас 5 минут. И у нас уже очень и очень сильно близка досручка. Подоберем дроповый овердрайв на всякий случай под доставку последнего мяча. Но, к сожалению, я его просто-напросто не подбираю. Успевает хоппер вражески быстрее это сделать. Но его быстро тоже сливают. И наш тиммейт доставляет седьмой мяч. По сути, мы можем, наверное, сыграть еще одну катку. Потому что эта катка завершилась у нас довольно таки быстро. Видеоролик идет всего лишь 7 минут. Поэтому давайте попробуем катать еще одну такую же катку с досрочкой. Реализовать на максимум комбинацию. Заодно можно посмотреть, какие у нас здесь резисты. Ой, резисты заданки. Но не успел я немножечко на заданки щелкнуть. Так, и меня сразу же закидывают. Последнее время начал больше акцентировать внимание на режиме регби. И в целом, наверное, это тот самый режим, который является одним из таких самых командных и интересных в моем понимании. Если вы хотите прям поиграть на командочку и где-то, может быть, даже засолить катку с доставками мячей, то это очень хороший вариант. Плюс здесь довольно часто кучкуется большое количество оппонентов. И если вы играете на сплэшевых пушках, у вас есть возможность как раз таки это во всего дело тоже реализовать. Так, пока что накидываем. У нас довольно долго сработает этот холодный старт, или как он там называется, да, который не появляет мячик. У нас минута целая должна пройти. Потом у нас начинается вот такая вот табличка с матч начался. И потом только мяч в игре, да, и сейчас мяч еще будет падать. Соответственно, по сути, игра начинается спустя минуту 15. Да, то есть минута 15 должна пройти от начала катки, чтобы как раз таки этот мяч упал. Так, ну и Мамонт подбирает. Ну, лучше бы он, конечно, его не брал, если честно. У меня уже овердрайв есть, дроповый, который я подобрал. Здесь уже наши тиммейты на двадцатках слоятся. Но давайте пробовать просто страховать этого бойца. Давай, родной, сделай что-нибудь. Чем-то иначе подбирал этот мяч. Он еще играет на механике. Тут уже четыре противника играют под него. И, скорее всего, было бы очень неплохо, если его сейчас быстро слили. Потому что если он доедет до вот такой зоны, то уже оттуда подбирать мяч будет крайне тяжело. Хотя, вроде как, вроде как, трупы решают. Но мы все равно успеваем первую заставку оформить. Ну вот, когда такие тиммейты подбирают мячи, это, конечно, максимально печально. При том, что он видел, что я на хопере могу это все делать намного быстрее. При этом он там еще пока потолкался, пока там потерял дополнительное драгоценное время. Это, конечно, было не очень-не очень круто. Так, ну и здесь вообще можно оформить было бы доставочку с помощью прыжка. Но я вижу, что противник особо сильно не дефает все это дело. Поэтому мы можем просто влететь, доставить и спокойно перевести все это дело на 2-0. Ставить этот овердрайв на доставку следующего мяча. Конечно, можно было бы эту быструю оверку всю реализовывать и стараться, например, из каждой оверки давать дополнительные киллы. Но с точки зрения именно командного взаимодействия и того учета, что я все-таки хочу выиграть эту катку быстрее, то мне особо не интересно прожимать этот овердрайв на то, чтобы просто слить оппонента, да, без доставки. Если под это все будет лететь доставка, то окей, да. Но если доставка у нас не будет лететь под это все дело, то какой мне смысл от того, что я просто солью там 1-2 танка оппонента. Так, вот сейчас то, что меня быстро сливают, это, конечно, очень плохо. Потому что в моменте казалось бы, что я уже должен делать еще одну доставочку. К слову, можно вообще попробовать поменять даже здесь резисты. Потому что я так смотрю, что здесь довольно другие пушки у нас используют оппонент. И, соответственно, можно было бы поменять резист, но пока даже с этим всем делом у нас доставки происходят. Здесь вообще большое количество разных пушек противник использует. Две эзиды я вот вижу. Гаус, смоки, гром, скорпион. Короче, очень большое распространенное разное количество именно пушек. Так, главное, чтобы я минус здесь не упал. Полет вроде как нормальный. Так, ну и еще одна проблема Твинса. Это то, что вы можете наносить урон сами по себе. То есть, соответственно, вам нужно стараться не сближаться с оппонентом. Стараться держать дистанцию, чтобы вы по себе сплэш урон не наносили. Ну, либо же нужно тогда уже использовать резисты от самого себя. Но на сегодняшний день использовать резисты от самого себя, я бы не сказал, что это супер такая доступная вещь, которая потом не будет чувствоваться. Так, ну и четвертую доставочку мы уже оформляем. Я вроде как, если не ошибаюсь, еще ни одного овердрайва даже не прожал. То есть, хоппером просто мобильный максимально корпус. Плюс это летающий корпус, который дает возможность хорошего дополнительного стрейфа. Где-то вы можете отойти просто от урона дополнительного от оппонента. Ну и если сравнивать, например, этот корпус с харьком или с васпиком, то все-таки у него преимуществ будет побольше. Так, сейчас сводка залетит от Гаусса, скорее всего. Хотя я там два раза микрострейфанул. И вроде как он даже не успел свестись, либо он просто перевелся на кого-то другого. Так, ну и 5-0, шикарно просто, шикарно, если не ошибаюсь. Все доставки оформил и я здесь в рамках этого боя. И это не может не радовать то, что наша комбинация работает. И то, что у нас эти доставочки залетают. Так, Сулендра срабатывает суперэффективно от противника. И похоже на то, что я даже не успею сейчас задефать этот флаг. Мамонт вжимает овердрайв, но даже Мамонт овердрайв не смог ничего здесь делать. Хотя ему нужно было выдать всего лишь один гром по оппоненту. И уже бы доставки этого мяча не было. Так, ладно. Попробуем сейчас, наверное, влететь в это все дело. Тиммейт хочет подбирать, да, или не хочет подбирать, не знаю. Стрейфит, не стрейфит. Это котопесик, конечно, который постоянно подбирает мяч. Но это просто забейте. Это такой чел. Он еще и кидает мяч. Боже, что ты делаешь? Просто что ты делаешь? Вместо того, чтобы просто дать мне возможность подбора мяча, прожать овердрайв и доставки шестого мяча, чел подбирает и просто... И просто не дает мне возможность реализации своей комбинации. Так, твинс вражески прожимает овердрайв. Пытается здесь тоже раскрутиться. Ну и вот еще, что я могу сказать, то что твинс именно с хоппером, да, за счет вот этих вот дополнительных стрейфов, очень-очень хорошо реализуем. Да, то есть эти дополнительные стрейфы, они работают плюс для такой пушки, когда вы можете просто перемещаться и спокойно наносить урон. Например, на том же Васпике, либо на Харьке, у вас такую реализацию сделать будет намного-намного тяжелее. Так, ну и по сути, похоже, мне надо уже вот здесь вот прожимать овердрайв, чтобы слить трех оппонентов. И, ах, хотел сказать, и доставить шестой мяч, но меня здесь сливают. Но этот овердрайв был точно нужный, исходя из того, что там было довольно большое количество противников передо мной. Если я бы здесь не прожимал бы овердрайв, то, скорее всего, меня бы просто здесь сливали бы и никакой дополнительной реализации у нас бы не было. Так, попытка увозинга от оппонента. Шафт меня в очередной раз сливает. И я уже задумываюсь о том, чтобы взять резист как раз-таки. от этой пушки. Даже если учитывать тот факт, что мы ведем 5-0, я отлично понимаю, что меня сейчас он очень жестко контрит. Ну и можно заодно, кстати, взять резист от твинца. От самого себя буду меньше себя уничтожать. И будет больше возможностей как раз-таки на реализацию под доставку. Так, гром у нас есть. Твинс и шафт возьмем. Гром, твинс, шафт. Даже учитывая тот факт, что у нас остался всего лишь один мяч, все равно лучше взять дополнительный резист и оформить как можно быстрее эту доставку, нежели вы будете, например, тратить большее количество времени для реализации этой доставки. И по итогу все будет намного-намного тяжелее. Здесь на 14 мы идем. 700 очков у нас уже есть. Мяч, к слову, у нас тоже уже слева имеется. И овердрайв, кстати, сверху тоже есть. Но овердрайв мне не нужен. Ласпик подбирает вражеский. Ух, и жесткая бомбочка срабатывает от оппонента. Но у нас есть овердрайв. Есть также противник с твинцом, которого можно сейчас быстренько разобрать. И опять этот котопес. Не, ну он конкретный котопес. Но тут вообще вопросов нет. Просто вопросов нет. Конкретный котопесик, который здесь на своем мамонтограме наваливает. Но он еще и даже вжимает овердрайв. Но я не знаю, что у него там, возможности какие есть. Но он летит просто как машина, махи. И зачем ты кидаешь мяч? Боже мой. Вот ничего не учит этого бойца. Зачем он кидает мячи, я не могу понять. Но доставку последнего мяча мы оформляем. И вот так вот шикарно заканчиваем бой. Как я уже сказал, здесь упэшка может быть неположительна. Но зато ваша эффективность будет максимально жесткая. Соответственно, Opera Twins дает 840 очков с еще одной досрочкой. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если вам подобного рода видеоролики нравятся. И вы хотели бы, чтобы я продолжал записывать такие вот интересные, нестандартные торпедные комбины. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и предлагать свои комбинации в комментариях к этому видеоролику. Ну и также подписываться на тележечку. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok